я никак не могу с утра перевести и дать отчет по вчерашней конференции 7 утра у меня бесконечные звонки три с половиной часа вчера шла конференция которую мастера затребовали в субботу воскресенье пола пора получить пар извините для получения ясности картины в какой стадии мы находимся дать отчет и сказать открыто что именно происходит в компании мы должны были вчера понять что говорить структуры потому что день за днем завтра что-то добавляется послезавтра что добавляется два три слова здесь сверху очень много критики я предупреждаю еще раз партнеров это информационный чат пожалуйста не нужно владимир свистюр я уже один раз вас добавила дополнительно вы сказали что будете толерантно относиться ко всему что здесь выставляют никто еще ничего не выставил никакой новости то что вы вбрасываете информацию здесь по поводу журнала который журнал экономику португальский это не новость я несколько раз говорила что компания уже подвергалась проверке не зачем детализировать людям которые не совсем подготовлены узнавать все то что там написано не зачем детализировать и рассказывать компания продолжает работать мы это видим в бэк-офисе и отчеты компании постоянно идут все что касается сразу скажу относительно этого вопроса скажу следующем аудио на все вопросы вчера дали ответ но все вот это еще два месяца назад уже было на столе и я говорила что компания наша если помните много раз повторяла оказывает консалдинговые услуги все что там прописано отношение консалдинговой компании не имеет естественно когда начинаются проверки когда начинаются претензии полицейские одной стороны к другой а вторая сторона тоже обвиняет компанию естественно все институты и финансовые и общественные организации стремятся сказать свое слово в этом процессе и все ничего здесь нет сверх открытия какого-то которое нужно было публиковать и вот так вот такими длинными текстами вообще людям которые не хотят это знать и хотят только знать информацию о деньгах незачем это все сюда размещать для того чтобы создавать еще больше ажиотаж я прошу прощения никого не хочу сейчас не обвинять не хочу никого в чем-то уличать но я прошу прощения еще раз у партнеров которые вынуждены вместо позитивной информации к сожалению не было несколько дней но вот читать все вот это я еще раз говорю что в субботу я сказала что у нас назначено совещание мастера потому что два дня после 3 числа два дня мастера упорно добивались отчета вот сейчас постепенно я все это расскажу относительно в первых словах когда начали совещаться по поводу что нас ждет что мы имеем перспективы и дальнейшее развитие компании стратегию в первой части все мастера хотели узнать что конкретно сделано что мы имеем и что мы можем сказать структуры по тому процессу который занял так долго много месяцев структуризации бизнеса и конкретно начала говорить клауди клаудио извините клаудио сказал ну в начале сандра представила монет это была чисто знакомительная беседа что сказал клаудио прежде всего компания которая айди игл это компания нового порядка это не трейдинговая компания не консалдинговая компания это закрытый клуб акционеров закрытый почему потому что попасть в этот клуб акционеров возможно только по приглашению друга приятеля спонсора если хотите называть ему только по личному приглашению через онлайн регистрацию как акционера причем мы получаем каждый одну акцию то есть и стоимость 100 долларов пакет и 30 и 35 тысяч пакет это все акции я но я вот хочу заплатить за акцию 100 долларов а я хочу заплатить за акцию 21 тысячу и мы получаем дивиденды от бизнесов которые представлены платформы у нас дивиденды нам выплачиваются от стоимости акции какие бизнесы у нас представлены я многократно повторяла и клаудио еще раз вчера остановился на своих бизнесах на том что он принес компанию и еще раз повторил что кроме айти работ по переносу базы данных от компании которая к сожалению погибла слияние компании вызвано необходимостью до этого был только заказ компании клаудио на разработку криптовалюты на определенные работы по кошельку но никогда не шла речь в начале о слиянии вы помните что произошло многократно об этом говорилось поэтому прежде всего клаудио подчеркнул что он бизнесмен политик и человек экономист по образованию человек который стремится всегда делать реальный бизнес поэтому он принес свой бизнес на слияние двух платформ в компанию общую айди игл при этом до 50 процентов дохода от различных бизнесов их 4 здесь мы будем получать наши дивиденды не только от трейдинговых работ на форексе и криптовалютной платформе которая сейчас запускается с новой платформой новая но и от всех бизнесов которые клаудио так тщательно готовил десятилетия с 13 года идет работа над разработкой криптовалют которые сейчас представлены и клаудио анонсировал десятое число это вот у нас это суббота анонсировал возможность всем мастерам кто захочет присутствовать на инаугурации его книги в которой изложены все параметры бизнеса его то есть почему какие монеты что эти монеты отражают что в алгоритме каждой монеты заложено какая программа где именно будет применяться эта программа почему созданы столь разнотипные я бы сказала монеты все это мы увидим в от пепер он сказал что в ближайшее время получим к нему доступ инаугурация 10 числа всех монет первая из них игл социалы gold coin вторая это агро coin эко coin все социал coin кроме mine is time is money кроме этой но он подчеркнул что это первое и запатентованные монеты первые которые являются социальными там целая программа очень интересная программа все это будет представлена 10 числа в присутствии политиков экономистов банкиров финансистов всех тех кто знает клаудио лично как председателя и сопредседателя нескольких международных организаций знают как финансиста экономиста знают как человека серьезного бизнесмена которые предлагают миру серьезные технологии более того эта книга будет продавать переведена на шесть языков уже переведена на шесть языков и будет продаваться практически во всех знаках по всему миру где он есть вы понимаете степень социализации информации о своем продукте и этот продукт у нас по годным ценам будет предложен для чего и каким образом спасать наши проинвестированные деньги да в такой сложной ситуации нам будет предложена цена coin на которая естественно пятикратном размере по выходу на биржу сможет нам возместить все неполученные доходы я много раз получала вопрос кто уверен по какой цене на будет продаваться если столь тщательно подготовлены разработки вы же понимаете что обеспечение одним граммом одного койна это задача публичная потому что все анонсировано на самом широком уровне и не у нас через млм а анонсировано клаудио как продукт своей разработки поэтому естественно мы много раз видели кто работает с биржами много раз видели когда закрываются торги если цена не устраивает разработчиков либо биржу так вот 38 долларов это цена койна и ниже она не будет она будет только выше благодаря вот деятельности своей профессиональной деятельности клаудио нам обеспечивает возможность выхода из старта серьезно монет причем одной за другой и все четыре монеты будут предложены партнером в награду так сказать для того чтобы поднять свое финансовое состояние очень серьезно уже многие просто дали расчет франциску роберту дает расчет сразу я не даю расчеты пред так сказать ситуации вот получим будем рассчитывать что мы получаем но это серьезный шаг на возмещение наших неполученных доходов прежде всего нужно сказать что стартуя с этой субботы информация пошла публично пошла уже циркулировать в мире учитывая что там целая программа социализации каким образом быстро помимо бирж и помимо нас там есть очень серьезные рычаги воздействия на цену и мы в этом участвуем еще раз хочу сказать что никто никого не будет обязывать это делать следующая часть я дальше скажу все что говорил мигел относительно публикации это важно я уже сказала кратко что все это возникало уже два месяца назад но мы знаем что публикуется несколько позже это все потом еще пока это все кто-то где-то найдет и выставит публикация это не новость для компании и это не единственная проверка которую они пережили за этот период да банк португал естественно национальный банк то же самое в любой стране мира будет происходить проверяет легитимность действия компании в той или иной области финансовой если она занимается финансовыми инвестициями я уже сказала что компания не занималась напрямую инвестициями это была консалдинговая компания она сегодня это совершенно другое объединение другое совершенно другая организация что касается управления и долевого участия всех президентов всех управляющих их 4 на сегодня мы это знаем четыре человека которые отвечают каждый за свою область функционирования это важно потому что делегирование полноводчи в управлении не позволит где-то как-то одному лицу как я говорю нажать на кнопку и все остановить здесь у нас команда этичников которые работают португалии в бразилии это люди которые занимаются каждый своей областью благо у нас несколько бизнесов у нас есть и трейдинг у нас есть форекс уже сказано вчера было по поводу форекс а лицензии вчера каждый то есть джуниор отвечает этот рейдинг до основное управление администрирование это клаудио это директор сандра это администрирование внутри закции бизнеса и клаудио это все что касается всех бизнесов свой нес сейчас в компанию на слиянии и платы для планы развития стратегия развития там было казано что экченж то есть обменник собственный свой кошелек это все раз формировалась та команда не его командой поэтому нет причин не доверяю их каким-то выводом поэтому все что он необходимо отметить я сейчас просто не имею права выставлять изображение этих монет потому что инаугурация десятого сандра выставила показала просто мастерам показала изображение и объяснили значение заражения на каждой монете что означает но это символика но мы знаем что символика очень много значит в мире скажем так энергии поэтому все красивые монеты все серьезные поэтому это изображение да а вот когда почитаем от пеппер будем знать насколько монеты адаптированы к тому чтобы быть применимы в жизни это добавление к предыдущему что нужно сказать по поводу покупки хотим не хотим как мы это используем мигел отвечал на вопросы откровенно на вопросы на испанском на португальском на всех мастеров и конкретно сказал что учитывая что и мигел и клаудио это прежде всего бизнесмены это не сетевики это люди он ко всему причем мигел юрист международный бизнесмен который привык работать с конкретным бизнесом конкретными предложениями поэтому все то что касается именно бизнеса айди игл это все прежде всего формирование фундамента юридического как оказалось насколько он был прав когда вот он вчера пояснил их ответ их скажем так общение с представителями банка португал когда возникла вот эта претензия на фоне полицейских разборок кто прав кто виноват и взаимных претензий и взаимных исков каждый со своей стороны вот вчера очень подробно нам все рассказали и по поводу бруно попойла все его иски циркулирующий вот этот бруно который перейра выставляет другого выхода они должны сейчас выставлять хоть что-нибудь по факту что мы имеем это публикатор которую выставили сейчас некоторые желатели выставляют чатах что она в себе несет прежде всего анонс о том что вот эти четыре человека которые там перечислены жуниора морал его брат тот же цена морал в клауде то есть пять человек извините сандра риберал а также бруно перейра и ольга рекарда не имели про были лицензированы получать деньги для финансовых инвестиций финансовых оборотов все вся претензия банка португал заключается в этом не лицензированы для получения денег финансов фиатных денег для так сказать инвестирование и оборота в рынке финансов и все но что это означает во первых я уже говорила многократно и когда задавали вопросы почему мы зарегистрированы как консалдинговая компания не изначально в общем то регистрировали так чтобы получать доходность официальную доходность компании от оказания услуг в различных направлениях мы помним это был тренинг о нескольких площадках далее почему так скрупулезно вот сколько раз настаивал медел и говорил почему так скрупулезно они подошли к тому чтобы легально оформить все то что касается айди игл и еще раз повторюсь на сегодняшний день мы являемся закрытым клубом акционера можно назвать это открытым конечно потому что мы приглашаем но почему закрытый потому что я не могу прийти и просто стать вот я захотела я пришла найти вам деньги я хочу быть партнером я вношу вам какую-то квоту нет мы все идем по приглашению кого-то из партнера клуба из членов клуба то есть вот эта форма они нашли форму международном законодательстве которая бы позволяла сделать млм компанию закрытым клубом по приглашению по ссылке поэтому здесь реально и конкретно прописано нет никаких претензий ни у кого к айди игл потому что айди игл на все запросы когда коснулся вопрос куда инвестировались деньги были предъявлены документы на покупку шахты а это 78 миллионов очень много чего я знаю с того что вот на собраниях мастеров это все говорилось просто я всех дождаться официального вот такого события когда можно будет это рассказать во вторых все претензии которые вот долги вот они брали деньги вот они и и много чего написано в социальных сетях бруну старается много в этом но дальше идем просто рассчитать сколько кто кому должен потому что я такой красивый привел людей извините существует баланс сколько денег зашло сколько денег выплачено да сколько денег затраты произведены по организации событий всего остального и вот тогда только тот доход который остается это есть процентное отношение доходности каждого из партнеров и бруну попова там был прописан короче говоря теперь не компания ему должна он компании учитывая сколько компания расходов понесла дополнительных по юридической поддержке судебных процессов во многих странах где вот возникали конфликтные ситуации во первых во вторых вынужденное привлечение программистов из других компаний и независимых программистов независимых аудиторов для того чтобы навести порядок и понять это сейчас я уже говорю из заключения аудита что есть чего нет чтобы понять что вообще происходило что на сегодняшний момент все сложности с переносом базы данных вчера это открытым текстом уже сказали заключаются в том что не закодировано нет информации о выводе денег запросы наши помните которые мы отправляли по запросам бруно попойло так обещал в ручной обработке это все делать и возврате этих средств на баланс нет информации нет информация подчиненности на работе в плане переливной части нет этой информации поэтому вот на сегодня сложности и ческие ко всему прочему сугубились еще и вот и вот этим вопросом именно поэтому и просьба была помочь вот спонсорская помощь разместить показать естественно мы получаем бинар с очень большими ошибками что было сказано вчера мигелом в любом случае нам его дадут вот ближайший день два вот сейчас сейчас у нас уже появляется сегодня должна появиться ссылка для регистрации в бэк-офисе хорошо это или плохо вы знаете не нам судить потому что есть определенные силы которые взаимодействуют с компанией которые сейчас начинают новый процесс регистрации для чего нет бинара да я в первый вопросом вчера сказала как же мы будем работать нет бинара как это новые регистрации даже кто-то если у меня переливно упадет то где же мои пнеры которые должны стоять выше да к сожалению это большая проблема они все это они сегодня совещаются чтобы решить каким образом вот все таки стартовать и что делать либо подождать ссылкой и все-таки выдать бинар посмотреть какие пойдут в поддержку запросы по исправлению ошибок в ближайшие дни не дни вернее он сказал ближайшие часы вот они сегодня к вечеру должны совещаться и выдать сообщение официально я его переведу у нас появится в офисах у нас появится в стироп какие-то сообщения я переведу это скажу но на сегодняшний момент как мигелыч рассказал именно потому что мы пришли к выводу невозможно досконально проект на перенести старую платформу на новую а мы не хотим чтобы никто пострадал именно поэтому вот клауди предложил этот вариант и мы о нем говорили что пятикратное увеличение даже на игле на койне это благодарность партнером далее каждый коин будет заходить и мы свои несколько иксов на каждом коине будем получать кто захочет и только со старта вот мы получаем нагрузку информационную бинар нас появляется сообщение официальное что в рабочем состоянии вот кто захочет вернуть деньги вариант каким образом делать запросы он выдаст есть такие которые захотят это право каждого мы можем кто-то захочет часть выводить часть оставить нам программу жизни и работ и сколько процентов мы сможем вводить и в каком порядке нам дадут нам дадут и скажут поэтому на это сегодня четко и конечно в этом что до сего но вот невозможно кодировку всю достоверно которую бы хотелось видеть именно нам в старом режиме и наши скрины в этом не помогут потому что мы даем каждый скрин свой а скрином это десять процентов от общего количества поэтому как чтобы эти баллы у нас оставить каким образом размещать все остальное чего подтверждения нет поэтому ну нелогично вы понимаете но они стремятся максимально все-таки дать возможность скорректировать остатки вот поэтому он сказал вернее салда он и сказал что сегодня завтра мы должны увидеть вот салда свое поэтому тогда уже будем понимать что происходит но даже математически рассчитать возможность вот после инаугурации койна вы же понимаете что особенно когда все знающие люди которые смогут проанализировать white paper могут дать свое заключение и сказать насколько это реально насколько мы действительно будем доходны с этой монетой выбор каждого никто не заставляет никого закрыв глаза что-то делать и по поводу ситуации которая к сожалению имеет место быть и вчера крестово многие партнеры говорили о том что у нас продолжали заводить партнеров лидеры на протяжении а у нас в россии даже есть август четыре или шесть человек я не помню уже сколько возобновлю опять этот список то есть что будет с этими партнерами 3 августа остановилась платформа следовательно даже деньги людей которые после 3 августа заходили они ушли в никуда украли еще и эти деньги суть в том что мигел знает об этой проблеме он ответил так естественно мы озабочены чтобы дать какое-то начисление этим людям мы должны совещаться должны понять вот конкретно когда эти все будут партнеры вот период у них те которые до 3 августа есть период входа партнеров они решат какой период начисления сколько недель им определят я не буду говорить сколько 4 7 недель определять период начисления чтобы у них появилась салда в бэк-офисе люди не могут быть наказаны это было сказано вчера поэтому я не могу сейчас точно сказать как каким образом они определят они решат на общем своем собрании но у всех появится какое-то салда и как им управлять решат все каждый в отдельность для себя я хочу сказать что все то что вчера час клауди говорил он говорил очень много о бизнесе он говорил о потенциале он говорил договоренности с китайскими корпорациями том что действительно в реальности получает база производственная его следовательно и мы доходы от этой базы потому что это часть бизнеса очень много то есть нашего теперь уже не маркетинге я ты зачем они дадут разделить некоторые детали танцы программисты с бинаром до разберутся вот сейчас потому что уже нет больше возможности разбираться дольше почему потому что 10 объявлено опубликована инаугурация очень широко с приглашением серьезных серьезных именно ну скажем так людей в каждой в своей области поэтому инаугурация будет идти коинов следовательно мы с вами должны получить возможность сразу на старте их иметь возможность их купить кто захочет поэтому они должны это все на этой неделе закончить и решить каким образом мы будем работать дальше либо забирать свои деньги либо покупать коины и сотрудничать с компанией либо нет что касается нового маркетинга практически все уже дает вопрос сколько иксов я уже говорила 5x относительно процентов которые там стоят 521 уточнения будут даны по маркетингу все уточнения будут даны естественно я все это переведу стоит не стоит приглашать решать каждому в отдельности было сказано так что конечно есть уже определенные круги кто вот с компанией близко так сказать в отношениях и знает документацию видеть все что происходит есть желающие заходить сразу будет начисляться линейка и не при линейка прямые непрямые приглашения бинар после размещения бинара потому что был главный вопрос который волновал всех бинар будет размещен этот партнер в бинар когда все-таки мы увидим бинар у себя в бык-офисах регистрация компании сейчас проведена в дубае официальные документы готовым че рассказал все это готово за этот период вот все что касается юридической составляющей готова полностью теперь нам нужно понять каким образом что делать нам дальше не выдерживает поэтому все что на сегодняшний момент мы получаем от информационно от компании я считаю соответствует действительность еще один момент который необходимо осветить и вчера было сказано это мы помним до четыре тысячи биткоинов которые были арестованы коинбесом много раз уже была информация по этому вопросу частично освободили что было что не было вчера открыто прямо об этом спросили мастера просьба показать все письма переписки с коинбесом что в реальности это есть из 15 пунктов которые коинбес выставил для новой верификации подтверждение юридического обоснования значит его деятельности жуниора 14 уже подтверждены что все подтверждены положительно еще один запрос от коинбеса который отправил документы жуниор еще нет ответа но он говорит а может произойти завтра может произойти послезавтра может произойти через неделю гортия не знаю когда но это не означает что компания не намерена возвращать свои долги поэтому этот вопрос важный потому что очень большое количество денег и разные слухи уже ходят много читала в социальных португальских сетях что там пишут на все это мой внук на все есть ответы официальные и бумаги поэтому жозе бейрау вчера попросил я буду в офисе говорит я хочу посмотреть возможно либо нет дело в том что у нас только и жуниор имели право читать эту переписку вчера делегировали эти полномочия как со новой команд компании мигелу гомыши он сказал ради бога пожалуйста из мастеров хочет пожалуйста можете видеть убедиться как я всегда говорю я беру своим глаз убедиться в том что происходит в реальности приходите читайте подтверждайте для себя передавайте в структуры это чтобы все слухи о том что что так не так и правильные вчера были ответы и правильные остаются слухами но реально нужно видеть только документы эти вопросы все поднимали включение я хотела сказать все разговоры о том что ай скорее вот бы порядком что-то бы сделали давайте их не будь а все остальное трава не расти компания не может никоим образом на фоне юридических всех разбирательств всех процесс всего того что произошло всех претензий финансовых которые уже предъявлены бывшему программисту компания просто взяла на себя ответственность эти долги возместить да мы не виноваты что наши деньги попали какую-то дыру финансовую будьте добры найдите выход найдите вариант с нами рации компания его искала совместными соединившись серьезным профессионалом в плане бизнеса и криптографии они объединились для того чтобы иметь потенциал развития на перспективу и нам дать возможность получить наши неполученные долги да вчера это нужно было позавчера месяц назад нам все это нужно давным-давно многие стали работать в параллельных командах компаниях я никуда не ушла где бы я параллельно не пыталась себе заработать но я не всего я игл битрейт на сегодняшний день айди игл капс нанесу ответственность за то что происходит потому разбираясь долго и извините четыре месяца убеждалась том что компания реально можно работать вот мы получили то что получили но именно потому что я долго наблюдала за сандрой я говорила уже неоднократно в личных беседах вот со всеми с кем отдельно разговариваем в частных разговорах я говорила что я не ошиблась все таки в сандре не ошиблась жуниоре и тем более клаудио что это люди ответственные люди которые хотят возобновить бизнес была возможность в июне месяце была возможность красиво от всего уйти объявить себя банкротом когда банкрот то разбирательство по заявке через определенные инстанции каждый бы получил свои деньги на протяжении не знаю скольких лет мы получили бы и все они приняли решение идти другим более сложным путем дорога это скажем так не у всем удается ее пройти то есть реализовать нужно программу которая на сегодня ну все еще во многих вопросах не может быть реализована потому что отсутствует подтверждающая база данных чтобы корректно все нам дать то что мы имели но тем не менее они нашли выход каким образом нам всем бывшим партнером и глобитрей дать возможность получить те деньги на которые мы рассчитывали но выбор за каждым какой вы примите решение так и будете строить дальше бизнес либо вернуть свои суммы что тоже возможно будет на платформе мидел это вчера подтвердил то ли частично деньги частично коины то ли все коинами выбор за вами каждый посчитает нужным для себя свою финансовую ситуацию знает каждый поэтому все эти возможности есть еще раз они благодарили всех партнеров за долготерпение благодарили просили извинения просили понимания осталось совсем чуть чуть потому что уже инаугурация всех продуктов которые у нас заявлены как собственность новой платформы уже объявлено и объявлено по всему миру я сказала что во фнаках во всех странах будет продаваться эта книга следовательно все обоснование в этот мир мы прочтем но там все обоснование бизнеса есть там для специалистов полная открытая книга для того чтобы участвовать в том что предлагается миру а коины все предлагаются на абсолютно реальных секторах экономики то есть все конкретно и серьезно я не беру основной наш коин который игл социал голд коин это коин который призван служить обменным механизмом между фиатными деньгами и криптографическим миром благодаря своему золотому содержанию один к один коин один грамм золота все это пройдено и листинг на пяти платформах пройден на сегодняшний момент вот старт тот что объясняли и говорили что конец года начала января опять повторить что скорее все начало января одна за одной будет выходить монеты все это мы получим в официальном сообщении когда это все состоится до 10 числа пока нет подробной информации о коинах я думаю что после 10 мы получим все описание все вопросы которые много партнера уже сдают это все получим в доступе